Добрый день, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели. Мы рады встретиться с вами в очередной раз в рамках программы «Конституция. Мы». И сегодня тема нашего разговора – это роль первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в развитии российской федеративной государственности. И у нас в гостях Юрий Иванович Семенов, руководитель Николаев-центра, библиотеки архива первого президента нашей Республики Михаила Ефимовича Николаева. Я думаю, что для нас очень важно обсуждение тех больших идей, реализации которых сегодня продолжается. И я бы хотел в первую очередь отметить, что 12 декабря мы вместе с вами отмечали 30-летие Конституции Российской Федерации. Это основной закон нашей страны. И мы знаем, что Михаил Ефимович Николаев был одним из инициаторов заключения федеративного договора от 31 марта 1992 года. И он был одним из самых активных членов Конституционной комиссии. Вот есть специальный выпуск о работе Конституционной комиссии в нескольких томах. И там ссылки на Михаила Ефимовича более 70 раз. Это говорит о той напряженной работе, которую делал наш президент и его команда. И, конечно же, в первую очередь мне бы хотелось, Юрий Иванович, поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на мое приглашение и спросить вас, что для вас Конституция Российской Федерации и как вы, как гражданин России, реализовывали свои права, чего вы достигли и о чем вы мечтаете. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые телерадиослушатели. Я благодарю, что вы доверили, пригласили меня. Конституция... Надо сказать, наверное, во-первых, что я закончил Вилюйскую гимназию, где очень глубоко ставился вопрос социально-гуманитарных дисциплин, обучения, общества, знания. И Конституции, как таковой, мой учитель Николай Семенович Миронов посвящал практически в месяц, наверное, один урок обязательный именно Конституции, потому что это основной закон нашего государства, который определяет самые главные правила, так скажем, да, по-простому, как он нам объяснял, поведение, ответственность, возможности, прав, которые, если всегда, носите с собой Конституцию, чтобы защитить свои права и реализовать все возможности, которые заложены в человеке. Я прям помню слова моего учителя Николая Семеновича Миронова. И благодаря этой Конституции мы сегодня имеем возможность развиваться, имеем возможность участвовать в различных политических событиях, в том числе выбирать власть, которая у нас есть, законодательную, президента страны, главы республики. Это ведь наши, так скажем, права, которыми мы пользуемся. И вот благодаря этому мы участвуем в управлении нашим государством, в управлении республикой, в управлении своим родным улусом, своим городом, либо наследом. Когда мы говорим, даём, вот Конституцию чётко написано, я прям помню, с девятого класса, только народ является источником власти. Это значит, я передаю кому-то с помощью голосования в урне свои, так скажем, полномочия, и прошу его, как самого честного, доброго, профессионального человека от моего имени, осуществляй вот это самое тяжёлое бремя управления, чтобы мы были счастливы, жили в достатке и так далее. Это очень важный документ, он главенствующий документ. Именно в основе его принимается всё остальное, все законы. Под закон на акту указы и Конституция субъектов Российской Федерации, наша республика указы, и ничто не может противоречить. И наша Конституция, как я запомнил, всё со школьной скамьи, с вузовской скамьи, это очень достаточно, не просто фундаментальный документ, который прежде всего ориентирован на человека, на его права, свободу и так далее. Благодаря этой Конституции я учился в школе бесплатно, поступил в высшее учебное заведение бесплатно, благодаря этой Конституции я в аспирантуру закончил бесплатно. Не в каждом государстве это есть. Вот там, где я был директором Актёмский лицей, мы отправляли учиться детей в Китайскую Народную Республику, в рамках обмена и так далее. Так Китае платное образование, в Японии платное образование. Я не говорю про детские сады, которые платны в развитых странах и так далее, а благодаря нашей Конституции, где чётко и ясно написано, что является социальным государством, человекоориентированным государством развивает эту тему. И тот, кто способен проявить свои способности, тот получает это бесплатно. Но есть и обязанности. Чётко нам, Николай Сеонович Миронов, мой учитель, это очень чётко говорил. Вы получаете, вы должны отдавать. Только тогда, когда есть взаимная ответственность, государство, частью которого вы являетесь, может оно существовать и жить. Не бывает так, что берёшь, 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 в одну сторону не бывает. И мы это очень чётко запомнили в нашей родной Вилюйской гимназии. Я всю свою жизнь, мне кажется, несу. И очень ответственно человек должен подходить в изучении этого вопроса и понимания. Вот что для меня Конституция. Спасибо, Юрий Иванович. Ну вот, буквально в эти дни у нас состоялось очень значимое мероприятие. Именно 20 декабря 1991 года Михаил Ефимович был всенародно избран первым президентом республики. И спустя 32 года в Национальном центре медицины мы провели первое заседание Общественного интеллектуального центра «Николаев клуб первый». Благодаря поддержке Станислава Николаевича Жиркова, генерального директора Национального центра медицины, и мы рассматривали вопрос о жизни и деятельности Михаила Ефимовича Николаева. И хотел бы отметить, что вот Георгий Михайлович Степанов, заместитель председателя правительства, Олег Валерьевич Иринеев в своих приветствиях говорили о значимости создания подобного клуба. Почему? Потому что мы должны транслировать идеи, основные направления деятельности Михаила Ефимовича в части того, чтобы показывать людям, что всё то, к чему стремился Михаил Ефимович, оно продолжается. То есть Михаил Ефимович жил, жив и будет жить в реализации его идей и тех проектов, которые он инициировал. Ну, конечно же, я говорил о роли Михаила Ефимовича именно в установлении действительно федеративных отношений в нашей стране, которые основаны на том доверии, большом доверии федеральных органов власти к органам власти субъектов Российской Федерации. Это и заключение федеративного договора, который является государствообразующим документом, стал основой для принятия новой Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Это и соглашение по экономическим вопросам, которые наша республика в единственном числе подписала в этот день. Это и разграничение собственности от 25 ноября 1992 года. Всё это стало основой для содержательного наполнения бюджета. И, конечно же, строительство медицинского центра, которым мы сегодня гордимся, дальнейшее развитие Национального центра медицины позволяет нам говорить о том, что сегодня развиваются и новые технологии, задаются новые стандарты, высокая планка. И то, что Михаил Ефимович был инициатором таких проектов, как «Музыка для всех», «Рисуем все», он был организатором первых международных детских спортивных игр, «Дети Азии». Ну и для нас было очень ценно выступление с докладами Климента Егоровича Иванова, председателя Верховного Совета Республики, 12-го созыва, о котором мы говорим, легендарный созыв, Дмитрия Николаевича Миронова, первого председателя концовного суда нашей республики. Ну и вот такие выдающиеся соратники, как Матвей Васильевич Мучин, Макар Макарович Яковлев, которые в этот день пришли, делились. И вы очень хорошо рассказали о деятельности Николаев-центра. Вот я бы хотел попросить вас развить это для широкого круга телезрителей и радиослушателей. Да, спасибо. Во-первых, от многого количества, так скажем, почитателей, уважающих, понимающих людей, что Михаил Ефимович является ориентиром развития нашей республики. Хочу выразить вам огромную благодарность от нашей коллективе. Это именно ваша идея. Вы добились, пробивали, доказывали, что этот клуб Николаев, клуб первый должен состояться. Из этого вам огромное спасибо. Эта площадка имеет большой созидательной, так скажем, философию, которая позволит нам дальше развивать идеи Михаила Ефимовича, придавать ему новые значения. Об этом сам Михаил Ефимович говорил. Именно опираясь на том, что было сделано, продолжайте, дайте новое содержание. Эта экспертная площадка на это позволит. Огромная была честь услышать соотцов-основателей, выдающихся соратников Михаила Ефимовича, незабвенного Климента Егорова, ярчайшего Матвея Мучина и, конечно, Дмитрия Николаевича Миронова, того человека, который стоял в основе, в том числе, и формирования Конституции России, Республик Саха и Кутия. А что касается Николаев-центра, это библиотека, архив Михаила Ефимовича. Не имени Михаила Ефимовича, а именно Михаила Ефимовича. Это очень важно. И именно формат. Это не музей. Михаил Ефимович говорил, музей может стать статичным. Вот стоят выставки, и всё, ни в коем случае. Вы должны работать как библиотека. И в 2002 году это было создано указом Вячеслава Анатольевича Штырова. Именно тогда и спрашивались, и Афанасий Мигалкин это подтвердит, что формат был библиотек. Что такое библиотека? Это хранилище знаний. Тем более Михаил Ефимович является автором более 170 книг, огромное количество статей, большое количество документов, рукописи у нас хранится. Он писал свои доклады, выступления своими руками. И более чем тысячи различных экземпляров у нас хранится, и оно требует большого изучения. Поэтому наша задача, как библиотеки, архива первопрезидента, именно приумножать знания, которые есть, те фундаментальные идеи Михаила Ефимовича, которые заложены там. И не просто хранить, а именно приумножать имеющие созидательную силу идеи, книги, донести до жителей нашей республики, до молодежи, до подрастающего поколения, чтобы они росли на идеалах патриотизма, любви к своей родине, на идеях Михаила Ефимовича о здоровом образе жизни, развитии культуры, науки, образования и так далее. И донести, конечно, и до наших органов власти, и местного самоуправления, поселков, городов, районов и республик Саха-Якутия. У нас мы обслуживаем в год порядка 3816 запросов. Из них 56% от органов государственной власти и местного самоуправления. Найдите статью, Михаила Ефимовича, по здравоохранению, по образованию, а по культуре, а по науке. Не просто цитаты, я говорю, именно указ как звучал, а какой доклад у него есть в этом плане. И поэтому наша задача именно показать, приобщить и так далее. Поэтому мы проводим много именно мероприятий, посвященных развитию идей. И так Айсен Сергеевич объявил десятилетие здоровья в республике. Это беспрецедентно в российском пространстве. Это показания заботы. И мы проводили большой форум, развивая вот это, и опираясь на доктрину здорового образа жизни, которую Михаил Ильич впервые в России в 2000 году объявил и начал такую государственную политику. И мы доказали, что вот десятилетие здоровья, это и есть продолжение доктрин, только в новом содержании. На что надо делать операция? Это очень фундаментальная была доктрина. Обратите внимание, там четыре ключевых пункта. Что такое здоровье человека и от кого оно зависит? Прежде всего, от самого человека, от ответственности человека к своему здоровью. Человек должен понимать, что он является частью этого общества, он является родителем. И вот того, насколько он себя хорошо чувствует и будет чувствовать его дети, семья, жена, либо муж и общество в целом. Это первое. Второе. Человек должен быть образованным. Именно от системы образования зависит понимание, а куда обращаться, понимание, что такое здоровье и так далее. Третье. Человек будет здоровь, если он будет трудиться, а не сидеть дома, тунеядцать и так далее. Поэтому нам важно создавать, чтобы каждый человек имел возможность работы и трудиться. И четвертое. Также это духовно-нравственные ценности. Человек, обладающий высокой культурой, никогда не сделает плохой поступок, не будет там пить много и так далее, не пойдет на путь наркомане, потому что духовность это основной стержень. И только на пятом месте это здравоохранение. Надо еще раз четко объяснить людям, что здравоохранение, медицина, потому что когда человек больной туда приходит, но здесь говорится о профилактической медицине, о диспансеризации, которая с вами доступна и бесплатна. Это большое достижение республики России в целом. Благодаря Конституции, где написано, что здравоохранение образования является тем бесплатным инструментом. Спасибо. Ну вот сегодня мы все стали свидетелями большого и значимого политического события. Это ежегодное обращение главы республики Саха-Якутия в адрес государств собраний Ултумен, где ежегодно до народа доводится основная стратегия, над чем должны работать органы государственной власти на предстоящий год. И хотелось бы отметить, что это послание, оно было абсолютно необычным с точки зрения подачи. В первую очередь, это ответственность жителей, органов власти республики Саха-Якутия перед страной в столь серьезный, сложный период времени. Второе, то, что сегодня органы власти и глава республики, и государств собраний Ултумен, и правительство работает по многим направлениям. И он говорил о том, как эти направления еще нужно развивать. Он не говорил только о достижениях, он говорил о предстоящих задачах. И с этой точки зрения, я думаю, что для государственного собрания Ултумен такая огромная пища для размышлений, как законодательно обеспечить те инициативы, которые были озвучены в сегодняшнем послании. Ну и для меня было очень важно услышать то, с каким трепетом и таким сыновной благодарностью Айсен Сергеевич говорил о роли Михаила Ефимовича Николаева в развитии республики. Он отметил, что это большая потеря года, и мы будем делать все возможное для сохранения памяти о Михаиле Ефимовиче и реализации его идей масштабированию. И, конечно же, это очень правильно, то, что глава республики уделяет это должное внимание, в этом мы видим и преемственность руководителей нашей республики, потому что Михаил Ефимович задал траекторию движения, которая сегодня продолжается и продолжается успешно. Ну и, конечно, весьма примечательно то, что глава республики наш Илодархан говорил о том, что Владимир Владимирович Путин совершенно правильно объявил следующий год годом семьи, потому что, как он говорил на пресс-конференции, для нас самая главная ценность это наши дети и дети наших детей, и объявил 2024 год в республике Саха-Якутия годом детства. И я знаю, что вы по многим направлениям реализуете основные направления работы с детьми. Вот как бы вы прокомментировали основные итоги этого послания и что мы должны делать для реализации этого послания? Прежде всего, вот как бы абсолютно верно, как всегда заметили, послание, оно открытое, оно не закрытое для всех. Вот еще раз надо очень четко понимать, я всегда об этом стараюсь говорить, что именно от сопричастности каждого жителя республики России зависит судьба основного вектора развития. А то получается, что мы сидим в основном, ругаем государственные муниципальные органы власти, при этом порой ничего не делаем, да? Именно вот это. Поэтому послание имеет очень четкие задачи, цели, параметры. Там даже до таких мелочей скажется, что где будет строиться. Это говорит о том, что люди должны понимать, готовиться к этому, заложить бюджет, не просто построить объект. Его содержать надо, его надо смыслом наформить, работой, формой и так далее. Это же очень большое. Какой объем работы проводится? 400 миллиардов из федерального бюджета привлечено. Это огромный труд, работа. 89 субъектов Российской Федерации. И каждый из них тянет своего. Убедить, это означает, что слушают нашего главу республику, уважают федеральный правитель. Это очень дорогого стоит. Это первое. Второе очень важные ориентиры. Год детства это углубление той задачи, которую поставил глава государства Владимир Владимирович семьи. Что для самой главной семьи это ребенок. Поэтому я считаю, что это крайне необходимая мера и нам надо его только поддержать и больше работать. Ну, действительно, очень важно то, что трансфировал глава государства год семьи. И у нас в республике год детства и это, я думаю, как никогда должно сплачивать наше общество. Потому что мы продолжение в наших детях, во-вторых, мы должны прививать нашим детям с самых ранних лет чувство ответственности, желание приобретать новые знания, как говорил Михаил Ефимович, знанием победишь. Вот, и в этом направлении все мы должны поддержать это обращение, эти решения. И я думаю, что это у нас должно получиться, потому что, как вы правильно сказали, все общество должно быть вовлечено в этот процесс. Мы прервемся на короткую рекламу и далее продолжим. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей в рамках моей авторской программы «Конституция. Мы» сегодня обсуждаем роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии Российской Федеративной Государственности и у нас в гостях руководитель Николаев Центра Юрий Иванович Семенов. Ну, вот, конечно же, каждый из нас, вот, когда я слушал послание, задаешься вопросом, что мы должны делать для того, чтобы были реализованы те задачи, которые поставлены главой, да. Ну, и, конечно, вот, в свое время Михаил Ефимович объявлял год детства и детского спорта. Он являлся инициатором первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». И, значит, сегодня в своем послании наш всенародно избранный Илдархан сказал, что одними из самых значимых мероприятий года должны стать проведение восьмых международных детских спортивных игр «Дети Азии». Ну, и вообще, конечно, он говорил и в адрес Министерства образования, Министерства культуры, Министерства Здравоохранения, и вот этот посыл, он очень важный. конечно же, вот вы, как молодой человек, руководитель, тоже реализуете определенные цели и задачи, а равно как я вот с 2004 года вот у меня есть проект «Детская Академия Права» при Покровской детской библиотеке, где мы обучаем основы российского законодательства и всегда говорим нашим слушателям, что для нас не суть важно, чтобы вы все стали юристами, для нас важно, чтобы у вас было понимание того, что в нашей жизни все регулируется правом, и все строится на основе права, как вы заметили, и Конституция, и федеральное законодательство, и нормативно-правовые акты, вот, второе, конечно, мы должны работать с молодежью, да, с молодежью, потому что вот молодежь, это чувство патриотизма, оно не должно быть эпизодическим, это должен быть результат системной работы, вот буквально вчера мы провели очередное заседание молодежного патриотического клуба, с чего начинается родина, это при Якутском колледже инновационных технологий, и рассматривали роль СМИ, именно формирование чувства гражданственности, патриотизма в молодых людях, и роль масс-медиа, это тоже очень важно, а вы многие годы работали в сфере образования, вот, расскажите немного о ваших проектах, и может быть что-либо порекомендуете в рамках года детства, какие-то для нас аспекты, которые мы могли бы тоже соучаствовать. Обязательно. Вот в 2019 году мы в республике проводили большой форум дошкольного образования, сегодня дошкольное образование во всем мире научно доказано, что самый главный возраст, формирование здоровья ребенка, формирование его основ развития, когнитивного, эмоционального развития, и Михаил Фимович тогда инициировал создание научно-исследовательского института детства. И вы знаете, Асен Сергеевич это моментально подхватил, поддержал, дал поручение Целевому фонду будущих поколений, и Вадим Точи Егоров и команда Целевого фонда будущих поколений разработали совместно с Московским государством, университетом, психологическим государством, Российской академией, с нашим Северо-Асточным федеральными и Академией Нокреспублики создание проекта лаборатории детства, которая поддержала наши флагманы экономики, Алроса, и мы с 2020 года введем большие фундаментальные исследования развития детей дошкольного возраста. Назначили меня руководителем, вот я на волонтерской основе работаю с большим количеством ученых, порядка 40 ученых задействованы в этом проекте, докторов и академиков, и мы изучили, вот за Уралом такого проекта нет вообще, в Москве, в Уральском федеральном университете есть, в Новосибирске это есть, а вот на Дальнем Востоке нету, что мы изучаем, мы изучаем здоровье детей, как сегодня, и самое главное, как они развиваются и что влияет на их развитие, потому что дети сегодня живут совершенно в других условиях, нежели чем 20, 30, 40 лет назад, а методики работы с ними, учебники работы с ними, составлены 20, 40 лет назад, они немножко меняются, преобразуются, но фундаментально не меняются, как влияют гаджеты, как влияет современный интернет, это ничего не изучено, и вот этим занимаемся мы, и благодаря этому проекту, благодаря поддержке Иосифа Сергеевича, мы разработали совершенно новую программу дошкольного образования, она впервые в России прошла экспертизу, патриотическая программа, называется «Родничок», автор Татьяна Ивановна Никифорова, Людмила Витальевна Попова, и вот мы с следующим годом начнем по нему работать, поэтому я приглашаю детские сады присоединиться к патриотической программе дошкольного образования, мы разрабатывали методики именно профилактики здоровья детей в детском саду, развитие физической активности, разработали парциальную программу в Верхневолюческом Улусе на базе детского сада «Сказка», она называется «ЮСХОН», «Три богатыря», которая направлена на физическое развитие детей с раннего возраста, с четырех лет, учить правильно двигаться, именно опираясь на региональный национальный компонент, национальные виды спорта, северное многоборье, и удивительно на якутском языке, чтобы сохранить язык, чтобы язык был функциональным, чтобы дети могли не просто учить термины и так далее, и природосообразно, именно осенью делаем одно, зимой делаем другое, как правильно дышать на свежем воздухе и так далее, это очень интересные методы, и еще одним из больших достижений мы впервые за историю музыкального образования для детского сада сделали полностью всех наших композиторов, все наши музыкальные произведения для детского возраста, три учебника по пению, по музыкальным инструментам и в целом по музыке для детских садов выпустили благодаря акционерной компании «Лросс» и «Левом фонду будущего поколения». Так что в этом плане проектов много, и по закаливанию, по микроэлементам, но йода не хватает у детей, ведь именно Д ни у кого нет, у трех тысяч исследованных детей в республике Саха-Якутия в 17 районах нашей республики. Поэтому я обращаюсь к детским садам, к заведующим детских садов, начальникам управления образованием, директорам школ, главам улусов, в следующем году давайте обратим особое внимание именно формированию здоровья детей, правильному питанию, выделим деньги на дополнительное витаминизированное питание в детских садах, в школах, потому что именно микроэлементы, йод и так далее поступают только с питания. А родителям я бы хотел пожелать у нас в трехлетнем возрасте 23% детей с ожирением, такие большие, как я, и 30% почти в шестилетнем возрасте. Это в будущем приведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, поэтому давайте вместе. И один факт, в Якутии в 2,6 раза сидят больше перед телефоном, телевизором, интернетом, чем по всей России. Мы сравнивали 78 субъектов с Московским университетом. До 72 часов дети Якутии сидят с телефоном. И наши родители самые лояльные. Что хочешь, то и выбирай. Не вмешивайся. Мы устали, говорят и так далее. Я хочу еще раз сказать. Любовь к своему ребенку это не вседозволенность. Все, что он хочет давать, это неправильно. Любовь к своему ребенку отражается, на сколько времени уделяешь ты к нему. Общение, на сколько детей мы выявили с проблемами речи. Это большая проблема. Это прежде всего нет общения со взрослым ребенком. Поэтому в следующем году сосредоточим большое внимание, именно проявим всю любовь и давайте к своему ребенку родители больше внимания к своим детям, больше к спорту, к физической активности к своим детям, а государственным, муниципальным органам давайте выделим чуть больше денег на хорошее сбалансированное питание, на развитие физической культуры в детских садах и в школах. Это, мне кажется, одни из самых важных компонентов. И покажем всей России, как у нас реализуется год детства и семьи в республиках Айкутии. Ну, правильно, совершенно правильно. Вот вы подметили родительскую ответственность. Это самое главное. Да, в семье это главное, чтобы родители были ответственны. Текучка же заедает, все заняты, не до детей. Устают. Да, да. Устают, может быть, но при этом родительская ответственность, она должна быть высокой. Ну, и вот перефразируя это, я бы мог ответить, осветить в следующем порядке, что Михаил Ефимович Николаев являлся нашим отцом, отцом нации, духовным лидером. И вот с этой точки зрения я бы хотел, чтобы вы немного приоткрыли завесу, потому что прошло 30 лет, все-таки Конституция работает, и роль Михаила Ефимовича Николаева в формировании текста основного закона, как бы вы могли охарактеризовать? Вот в нашей библиотеке хранится шеститомное издание, конституционные проекты и концепции называется, там приведены все стенограммы, кто как защищал, кто какое вносил, и я в руках держу проект Конституции Республики Российской Федерации, который внес председатель Верховного Совета Якутской Саха СССР Михаил Ефимович Николаев еще 10 ноября 1990 года. Это большой документ, состоит из восьми глав, и там есть унивительные разделы, которые очень хорошо, очень добротно, искренне раскрывают. Тут написано не таким жестким или даже сухим языком юристов, а именно таким человеческим языком тут многое написано. Вот, например, обратите внимание, здесь очень много уделяется вопросов федеративного устройства. Здесь наша республика предлагает очень большую ответственность и большие полномочия именно республикам. Да, ну, здесь это исторический факт, необходимо сказать, тогда, к сожалению, огромная наша родина, Советский Союз развалилась, и осталась Россия, в которой составе республики, и края областей, и так далее. Тогда, видимо, была аналогия, что в Российской Федерации такие же должны получить полномочия, как и союзные республики. Поэтому это очень четко прослеживается. Но вот феномен Михаила Фимовича заключается в том, что он всегда был таким, что берешь полномочия, берешь столько ответственности. Один факт лишь скажу. Единственный субъект Российской Федерации в 90-е годы, где не было полномочия представителя президента Российской Федерации, потому что так доверяла нам Россия. Галина Кентьевна Данчикова, мы встречались, она приезжала в Николаев центр, и она сказала, феномен Михаила Фимовича был в том, что он всегда говорил, нельзя обманывать Федерацию, всегда выполнять свои полномочия, поэтому и президент доверял, и правительство доверяло, и мы получали, в отличие может быть от других субъектов, все, что должны быть минимально хотя бы получить, это очень важно. Вот мы видим, как Михаил Фимович боролся за быстрое принятие Конституции, как жить без Конституции, составного документа, это очень важный момент, и вот в стенограммах я хочу прочитать несколько цитат, которые Михаил Фимович очень жестко доказал, в свободном доступе, каждый может увидеть, он прежде всего защищал именно полномочия республики, родной язык народов, не только русский язык, именно народов Российской Федерации, в том числе нашей республики, здесь он очень жестко говорит, Михаил Фимович, Руслан Имранович, вы почему свои отношения к тем или иным вопросам, как председательствующий, не высказываетесь, а все время ссылаетесь на Сергея Михайловича, он призывает председательствующего именно к такому ответу, и у председательствующего говорит, пожалуйста, задавайте вопрос, Михаил Фимович, я задавал, четвертый или пятый раз задаю, почему нет федеративного устройства в этом изменении Конституции, которую мы рассматриваем, почему, это ведь основа Федерации, это первый вопрос, так, второй вопрос, тот проект, который принят как основа рабочей группы, будет обсуждаться или нет, потому что он представляет свою Конституцию, или чего, спрашивает председатель, Михаил Фимович, Конституции, которые под руководством Румянцева, и очень жестко говорил, и здесь, знаете, под шумиху очень большое количество субъектов ставили вопрос создания различных республик, так, например, смотрите, никакой логики нет, говорит Михаил Фимович, у нашего уважаемого председателя, неужели в русских областях русские будут создавать свои республики, шум в зале стоит, а почему нет, уже создаются, так, например, есть проект Уральской республики, говорит председательствующий, это неправильно, Михаил Фимович убеждает, доказывает, и здесь очень четко видено, и говорит именно о значении федерального договора, потому что его ведь не было, но мы первым в республике подписали, в России подписали, и здесь Борис Николаевич сказал очень важную вещь, Михаил Фимович среди тех людей, пяти людей, которые спасли Россию от распада, потому что денег не было, финансовой системы нет, особенно мы северный край, который зависел от северного завоза, в одночасье оказались непонятные ситуации, как быть, при этом 94% добывающих предприятий здесь союзного значения, федерального значения, не дают республике ничего, такое же было отношение Башкортостань, Татарстань и так далее. Но я думаю, что да, действительно, вот эти исторические факты еще раз подтверждают о том, что, как говорил Алексей Ильич Кулаковский, мы должны быть всегда с русским народом, и вот с этой точки зрения в 2032 году мы будем отмечать 403-е вхождение Якутии в состав российского государства, и за весь этот период Якутия ни разу не изменила своему выбору, и такой лидер, как Михаил Ефимович Николаев еще раз стоял на страже единства нашей страны, целостности российского государства. И в этих документах это красноречиво мы видим. Ну и, конечно, последующие лидеры республики Вячеслав Анатольевич Стуров, Егоров Анатольевич Борисов и сегодня всенародно избранный глава республики Айсен Сергеевич Николаев действительно продолжает политику верности тому, что мы в составе Российской Федерации и как субъект мы должны работать так честно, активно для того, чтобы развивать страну. Вот этот тезис сегодня также прозвучал в послании, что ответственность субъекта перед Федерацией и это тоже очень важно. И я бы хотел отметить, что на самом деле в этой командной работе большая роль принадлежит и парламенту республики. Мы говорим о Верховном Совете 12-го созыва, который Климент Егорыч возглавлял, должны говорить и о Государственном Собрании Илтумен и конечно же те задачи, которые реализуются, они реализуются совместно. Глава республики задает тон, дает основной импульс для движения, а в дальнейшем оно должно быть и законодательно обеспечено. Ну вот как вы думаете, вот мы уже заканчиваем нашу передачу, да, вот как посыл и обращение к согражданам вот сегодня, накануне Нового года. Я прежде бы хотел пожелать всем, чтобы крепкое было здоровье, чтобы мы были сплоченными, верили, знали, любили свою родную республику, огромную необъятную нашу Россию. Она очень уникальна. Представить себе ее огромное культурное духовное богатство, о котором Михаил Ефимович всегда говорил, и мы должны здесь в каких бы сложнейших условиях не быть, верить и быть оптимистами, как говорил наш первый президент. Да, вот это важно. Михаил Ефимович умел действовать, умел достигать, и на этой основе он умел вдохновлять. Вот поэтому я должен сказать, что наша передача действительно сегодня была посвящена роли Михаила Ефимовича в развитии российской государственности и проведении передачи нам большую помощь оказали режиссеры Николай Севцов Айдын и Мария Сунхалырова. Мы прощаемся с нашими зрителями, радиослушательными, с наступающим Новым Годом, и пусть этот год будет для всех вас успешным. Мира и добра всем вам, и я надеюсь, мы живем ради Республики, ради России. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова